и хао друзья сегодня у нас новый ролик здесь мы сравниваем два прям танка 8 уровня 112 китаец и 6 советский тяжелый танк не будет помогать мой верный соведущий зуб добрый эти прям танки очень похожи друг другом на примере этого боя попытаемся рассказать чем они похожи и чем отличаются и так чем отличается из 6 ну вообще когда я его купил я почитал о нем отзывы все никак не мог выбрать что же взять в конце концов решил экипаж прокачать поэтому взял и 6 между чем на чем-то выберу между вот твоим 112 и сам шестым в принципе они похожи чем-то но в то же время разные вот ну предпочтение отдал советом опять же точки зрения гиппания понятно экипаж качает советы все такое поначалу боя мы сразу видим небольшое визерное отличие как мне кажется 112 тупо быстрее но это да и вообще вообще из 6 я он очень напоминает из 4 вот у кого есть только на восьмом уровне то есть у него такое же расположение брони какую четверки принципе по принципу танкования он тут же он такой же вот и еще плюс ко всему их вот эти два танка не пускает десятым уровнем и что очень хорошо но с девятками конечно ему сложновато обязательно нужно стоять ромбом то все именно наклон брони позволяет его очень очень за счетно рикошетить не пробивать его противнику вот ну другой страны если вот даже восьмые уровни под прямым углом могут пробить его и в люк и по все перпендикулярные наклоны брони если вы так поставите танк то есть о чем говорит лук то что бронирование и со 6 и 112 принципиально разная но сейчас мы уже подходим к следующему этапу бронировать мы еще вернемся это орудие орудие у них в принципе одинаковые это всем родная d25t с ее мега сведения мега точностью и мега дамага на 6 уровня так средне удается поджигать светляков видите я стреляю например низ не досводясь потому что вижу что танк начинает уезжать пушки еще не досведена ну там уже на кого бог пошлет вертуха в то же время это говорит о том что вот я например поехал вперед чтобы максимально сократить дистанцию на средних дистанциях эти пушки они очень эффективно на ближних сейчас мы это как раз увидим доказательство так вот небольшого явления еще о чем можно сказать разные пушки у них разные голдовые снаряды то есть у сани тебя так понимаю калибер и вместе 17 пробития у меня кумулятива 250 то есть на циферках вроде как больше того кумулятивов нет нормализации сейчас увидим это же эпизод с камерой сани ты вот воцеливаешься далека и вроде даже до свелся 0 откуда снаряд делся на вообще непонятно не наводчик ничего не прокомментировал но тут расстраивает только то что когда ты начинаешь не пробивать ты волей-неволей заряжаешь кумулятивы но голдовые снаряды но голдовые снаряды на прем танки ты доход фактически нивелирует вот это печально но радость нагиба но это лучше чем получение дополнительного дохода который ты только можешь воспринять в ангаре и думаешь елки зелен зачем расстрел голдой зачем я вообще выезжал на нем вот видишь 300 метров ты пытаешься пробить ягу я по-моему даже там будет тебе говорил что зря ты это делаешь только снаряды тратишь да там там даже подкалиберную ее в рубку не пробить и кстати вот я вижу у тебя снарядов количество по-моему поменьше будет чем на 112 количество снарядов то есть на шестом надо экономить больше снаряды видишь как бы количество меня побольше будет ну да двадцать таких двадцать таких еще пять фугасов укладки насчет голды использованию да можно сказать так эти танки они конечно про нагиб фан их кидает девятка максимум вот этот бой восьмерка более типичный но они как бы не самые лучшие фармеры да это факт на них приходится постреливать гаудишкой не стесняясь я так вообще вон там на золотых расходниках езжу просто потому что могу себе это позволить да то и тут мы встречаем вот супер першинка честно говоря вот супер першинк лично у меня на 112 это один из самых неудобных особенно в лоб честно говоря у нас свои пушки у него экраны тебе перекрывают больно снаряда сейчас вы увидите вот как две топовые восьмерки деймовые будут просто роковать я видел что там с 416 на балконе стоит заехал в сарай чтобы он не настрелил мне в бок но вот тут вот водитель супер першинк на заметку если у вас есть обо что подняться на гору у вас заперли вы сделаете так и вас пробить будет гораздо сложнее и вроде как выцеливают там видите но он двигает башню вот башню не пробил а он меня зараза так и в каждой высоте пробивает не знаю в общем бэшкой 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 я видел ты его тоже там не пробил пару раз по моему да ну ка заказу мы его прикончили но он что-то вдруг решил короче не знаю почему быстрее от меня встретить тебя хотя я сильно просил по этому хп я вижу ты его начинаешь прессовать и думал разделю-ка я участь этой компании как же так пинают а меня нет рядом так говорится господа позвольте мне пробить ну потому что ты в начале боя пришел всех там нагнул убил я губил иса а я уже к раздаче пришел ну дайте мне его дали ну тут я не понял зачем ты выстрелил туда куда сейчас выстрелил ну не знаю посмотрел вроде как-то раком стал думаю может быть я все таки пробью его вот это место которое ты мне сказал зачетное тут нет долгого цели вот да еще кстати на то что если сравнивать то у иса 6 перезарядка немножечко меньше чем у 112 это типа ебую укладку и заряжающего да кто-то мне а он же 416 мне стрелял и супер перш то есть получается дпм у иса 6 немножечко выше то есть объективно говоря при прочих равных характеристиках он заряжается немножко быстрее в остальных орудий абсолютно одинаковые даже угол склонения у них 6 градусов в обоих и тут мы переходим к броне то есть вот ты раньше говорил что у иса 6 броня похоже на иса 4 что ты имею ввиду расположение они видимо конструкторы делали таким макаром что ну бронирование также у них передний бронелист также расположен по такими углами потом вот у семерки видели так у щеченос а у четверки они такие углами поэтому в четверках лучше танковать ромбиком то же самое на иса 6 я так часто делал когда робот каткует что очень часто восьмерные уровни там те же иса 3 там не пробивают хотя там лев и 34 со суммы 34 у него пробитие сильное часто пробивает тебя в эти места но это дает возможность мне кажется покрепче чем у твоего 112 это что касается корпуса да если вдруг не знали но у иса 6 почему некоторые не знают всегда предпочитают стрелять в корпус думаю что башни у всех танков она всегда прочнее а вот у иса 6 башни он ладный если кто не знал то щеки там пробиваются чуть ли не без голды 185 пробить это чуть хватает чтоб там пробивать щеки башни на иса 6 если кто не знал а вот мою башню 112 хрен кто пробьет даже голдой во всяком случае с тех с кем встречается в бою она очень крепкая там пробитие можно лишь если вы целили вот эти башенки ключки естественно не как на всех танков и лоб у него как бы влд да нормально бронировано там 120 мм хороший угол но борта ватные да вот у иса 6 борта гораздо крепче поэтому очень тяжело на 112 танковать ромбл там надо очень внимательно ты хорошо чуть ли не ваншотнул Чаффика фугас перезаряжаю на борща у тебя один фугас сегодня? да единственный но я его редко пользую а тут видел борща такого ну грех его фугасом нет трахнуть да особенно когда у меня столько хрена осталось мы тут зачистили базу у 112 есть там какие-то экраны в бортах небольшие но они очень ватные там брони очень мало поэтому чуть-чуть перекрути урок тебе напихивают просто в борта как нифиг делать даже пушки с небольшим пробитием надо аккуратно очень быть и естественно прятать в НЛД у СХ-100 если я помню НЛД очень маленькая если туда кто-то стреляет честно говоря олень там очень крохотная а вот у 112 НЛД такой нормальный обычный и также очень легко пробиваемый плюс еще на заметку я смотрел схему расположения вроде как за НЛД нет баков но почему-то там при стрельбе в НЛД 112 горит как зажигалка то есть иногда приходит даже мысль может какой-нибудь модуль выкинуть и поставить заполнение баков СО2 потому что ну горит он очень сильный если кто-то захочет там например попробовать поставить вместо огнетушителя докпайок нет ребята вы очень быстро сгорите на работе по моему они вот в патче вот я может быть путаю что-нибудь они там уже разделили трансмиссию и трансмиссию да но горят баки стопли но они не связаны нет никак не связаны это отдельный модуль и вот он очень хорошо горит в этом бою по моему этого не будет но по опыту могу сказать горит там все замечательно вот тут арта 4 а на месте бушка есть погоняется АЛ-116 да вот это поварайтер я его сажу на гуслю ой я из-за этого гусля в гуслю попал и не пробивает разберешься хорошего боя броня и у него башни не крутятся и 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 Вот приблизительное сравнение этих двух танков. ИС-6 он больше такой танкует. На нем, мне кажется, больше непоготворенному человеку легче играть в танковку, чем на 112-м. Надо все-таки иметь большой опыт, как нужно принимать урон, как прятать НЛД. То есть, ну, немножечко посложнее на нем. Как это видно, в рандоме ИС-6 гораздо больше встречается. Ну, они же советские танки. Это еще тоже надо поправку на это делать. Немного народу качают китайские тяжи, хотя мне лично китайские тяжи очень понравились. Идеологически они же вышли из советских тяжей. Если говорить историческая справка, то то же самое и 112-е, это вот такая бумажная разработка тяжелого танка 60-х годов Китая, которая привела потом к созданию 113-го проекта. То есть, это, в общем, корпус-то у них похожий, только компоновка разная. У 112-го башня больше такая, вперед. То есть, ну, честно, я рекомендую всем, кто уже откатал все советские танки, попробовать прокачать и китайские. Вы не разочаруетесь, они тоже очень интересные. Результаты вашего боя на вашем экране. С вами были Зонг и Зук. Мы комментировали бои на супер-мега-премах, приятных премах из 6 и 112. Надеюсь, данный комментарий был вам полезен и поможет принять вам правильный выбор с вашей точки зрения. Ну и удачи на полях сражений. Да, а я добавлю главный вывод. Если хотите фармить, не покупайте эти танки. Хотите нагибать, покупайте. Всем пока.